всем привет ну сегодня буду первый раз играть в планет скрипт тормит генерации персонажей защита 10 сколько буду использовать свои характеристики здоровье это ясно дешевлесть сила вообще будет очень трудно мудрость расслужение, харизма, ломкость, интеллект 20 и 30 делаем мудрость это путь отражает эту титуцию здоровье сносто силами высоко мудрость потому что быстрее отзабытые охваты поэтому пока пропускаем целосложение высоко издалим просто здоровье безгонную еще скорость осложенность обаяния обаяния среди случая сейчас начну харизму ловкость 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 тоже надо интеллект характеристика отражает вашу память логику способностей дедуктивного анализа высокий интеллект поможет вам быстрее восстановить воспоминания дают дополнительные возможности позволять хорошим магам наверно поменяли выпасть давай еще раз силу на 2 мудрость на 2 силосложение харизму ловкость на 2 опять зиму на 2 телосложение на 2 минус интеллект я не хочу быть магом что у нас еще тут мудрость харизма ловкость давай еще ловкость харизму ну и силу силовый шестер что к безымян играем далее нажимаем я люблю она не значит напоминает фаллу фаллаут 1 2 порядке затворяющие трупами или просто я уже было подумал что совсем это морд и это черепок может начнем с тебя кто ты я проснулся первым черепа ага я спросил тебя второй тебя как звать я не знаю я не помню ты не помнишь свой имени что же в следующий раз когда захочешь провести ночь в этом городишке полегче с выпивкой меня звать мог я тоже здесь в ловушке в ловушке ага и пока ты еще не размял ноги вот тебе сказано я ломился во все двери эта комната заперта надежнее пояса целомудрие а прикольно заперты где что это за место оно называется мартуарий большое черное сооружение с архитектурным очарованием беременной паучихи мартуарий что умер насколько я могу видеть нет правда у тебя куча шрамов как будто какой-то пень расписал тебе ножом еще одна причина поскорее смыться пока этот садист не вернулся закончить свою работу шрамы насколько они ужасно ну порезаны твоей груди не слишком ужасно не те что на спине морта замолкает на какое-то время скажем шеф у тебя там целая галерея татуировки там что-то написано шеф он меня назвал я понимаю черепок будет со мной постоянно летать такой балабол черепок татуировки у меня на спине что там написано так посмотрим начинается я знаю это чувствую себя так будто нахлебался мутный мутных вот стиксов но тебе нужно собраться среди твоих вещей должен быть дневник который прольет немного света на это темное дело пород расскажет тебе оставшуюся часть истории если конечно он еще не пал ни куберт пород там больше ничего не написано мгновение посмотрит продолжение не потеряй свой дневник иначе мы снова погрузимся в воду стиксы что бы ты ни делал никогда никому не говори кто ты или что с тобой случилось а то не устроить себе скоро паломничество в крематорий делай как я говорю прочти дневник а потом найти фарону неудивительно что спина так болит на ней целый роман написал чтобы что касается дневника который должен быть при мне он был со мной пока я здесь являлся нет когда ты сюда прибыл на тебе вообще ничего не было кроме того похоже себе и так уже целый дневник на спине написано интересное дело у класса тут что насчет фарада ты его знаешь такого не знаю и вообще круг знакомых у меня невелик хотя наверняка он столкнулся на кого-нибудь на какого-нибудь дурня который знает где найти фарада как только выберемся отсюда как нам отсюда выбраться ну все двери заперты поэтому нам нужен ключ весьма вероятно что он есть у одного из ходячих трупов в этой комнате ходячих трупов ага хозяев мартуария используют мертвые тела как дешевую рабочую силу покойнички тупые как камни но они безвредны и не станут нападать на тебя первыми так а другого пути нет я не хочу убивать их только ради ключа как я должен напасть на дву из трупов и отобрать ключ выбираем примечание обошите все полки в комнате найдите какое-нибудь оружие чтобы было чем атаковать зомби когда найдете отправляйтесь на экран снаряжения в рюкзак справа внизу и выберите себе оружие если хотите внимательно смотреть найдено и щелкните по этому предмету правой кнопкой выше окей ну ладно я поищу и последнее эти трупы медленные как черепахи на удар какого-нибудь из них будут равносить для тебя поцелуй таран если почувствуешь что трупак тебе побеждает не забываешь то ты можешь бегать а они нет используя эту возможность чтобы держаться на расстоянии если тебе потребуется подлечиться примечание чтобы бежать включите в настройках постоянный бег либо зажмите клавишу шип и щелкните левой кнопки выше по месту куда хотите быстро переместиться если персонаж сильно ранен и не может и может умереть используйте бег чтобы держаться от зубы на стреляне окей хорошо спасибо за совет справочник журнал будет обращать панель дополнительных подробностей снаряжения быстро спор на трофея позволяют быстро собирать любые брошенные далеко от выбрана предметы строй выбирает в каком порядке передвигается группа отменить текущие действия останавливать все действия вызвали персонажа выбор оружия выбор заклиналия дневник статистика отдохнуть к негазару короче закрываю так само первое что хотим настройки зайти правильно и давай постоянно или мне ставить постоянно да нет он входит мне игра всегда бежать конечно быстро готовно так всегда бежать исцеление при отдыхе за срок включать отдых до полного исцеления несколько разлучением легче заклинание вот прочитанный закон получать максимально возможный прибавку к пунктам здоровья при повышении уровня иначе игра следует правилам ну да вот так покажу здоровье противника конечно разрешить облачное сохранение да волок стиль ну все пока наверное хватит все назад поиграем сейчас разберемся на этот дневник найти что плитка покрыта засушив кровью и прочими останками и это что бочки с темной жидкостью по запаху нечто среднее между уксусом и формалитогидом клещи достроен на швейную машинку рычагис крючка вниз металлическая нить что они тут делают давай посмотрим что тут что случилось на бинты это кнопку забрать все готово я забрал нихуя да да бинты нормально так смотрим тут короче бинты да тут что у нас тут что у нас тут у нас я ничего не вижу тут мы все осмотрели давай посмотрим нам тут нужно найти наш дневник посмотрим что тут у нас у скальпель готова отлично вот и скальпель теперь займись трупаками и не беспокойся я постою сзади и буду давать себе ценные тактические советы а может ты лучше поможешь мне в бою может так я и так буду помогать себе дельные советы но на дороге не валяется знаешь ли поможешь мне драться с трупами ну ладно если бесполезно попросить о помощи в примечании хотя вы можете атаковать выбрав оружие из быстрого меню нажмите клавиши а так же активирую пошли давай отбежимся пока так отбежались да где у меня тут карта снаряжения кулаки кулаки винты никуда буду кинуть положить предмет быстрее предметы убит убитых выбрас выбор предметов выбор заткни ну как то так ну что попробуем сохранение здесь есть F6 F5 нету похоже здесь никаких сохранений давай посмотрим пока не будем спешить похоже кто-то только что занимался вскрытием этого тела короче трупаки ходят и скрывают тела здесь какие-то опыты они проводят вот так вот трупы делают труп так интересно что вот это за ничего нет ну да они меня не трогают по-моему так тут мы все смотрели сюда тут все это что у нас ничего нету какие другие трупы в комнате это тело залито кровью полностью выпотрошено еще вот это мы посмотрим зашелся кровь пока поверхность плиты вот они вообще тут тропа какие-то наши мне дневник нужно идти давайте я его давай начнем сейчас и сюда как бить его давай готов так с ним еще поговорить можно зомби рабочий голова этого трупа болтается на плечах из стороны в сторону судя по углу на кулу шеи видимо этого человека повесили до боговой части головы нарисован номер 825 я ищу ключ у тебя но случайно нет осмотреть труп нет ли на нем ключа при этом по поводу этого у этого трубы ничего нет случайно замечаешь толстый слой бинтов на его руках бандиты вполне возможно использовать бинты вполне можно использовать если сначала убить его конечно у тебя ключа нет но ты случайно не знаешь у кого из твоих дохлых друзей включат что он скажет эй шеф они не слышат тебя понимаешь они ждут ну ты же мертвый разговариваешь со мной да но я особенно смерть не смогла убить мою жизнь эти трупы морды вращают глазами они вряд ли что-либо из себя представляют при жизни понятно послушай шеф наблюдение за теми как ты пытаешься погреться этими трупами не особо поваляет мне боевого духа давай им сами детьку хотим я тебя понял вот так вот игра умная реально с трупами разговаривать нельзя с черепами можно ну ладно 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 пошли так тут а паузу можно ставить все отлично окей давай шлепнем его так вот тут можно осмотреть его забираем бинты готовы так тут что у нас бинты забираем конечно готовы ну что ж ёбнем давай посмотрим что у этого трупа у нас тут есть при твоем приближении этот труп останавливается безучастно от тебя смотрят у него на лбу выреза номер 782 а губы плотно сшиты от тела исходит слабый запах формальдогинов осмотреть трупа нет на нем ключа похоже нужен все ключ как раз у этого трупа он крепко зажат в левой руке большой указатель на палец замкнулись мертвые хватки видимо придется отрубить руку чтобы взять ключ давай давай ну бей его сам бил бил давай вот все завалили ключ берем нормально все пусть взяли так то что у нас это тело выглядит так будто вывернули на изнарку машину на краю стола содрала кожи со лба чтобы можно было беспрепятственно работать с черепом офигеть так все отлично но я свой дневник не нашел книга заклинаний отдохнуть на стройке в месяц следующий какой то идет сама дневник найти фарона найти свой пропавший дневник морда вычитал из татуировок с моего спины что после пробуждения в морду туара у меня при себе должен был дневник лучше бы мне его найти надеюсь он поможет разбраться так ладно я так понимаю дневник тут должен где то валяться давай еще раз все просмотрим тут нет его так что мы сбегаем у меня нет ну вот что то есть тут дверь какая то зверя нужен ключ ключ у меня есть окей давай сюда сбегаем а кстати выбор предмета целиметрия нормально нужно ключ окей выбор предмета ф2 давай мы зайдем давай мы зайдем в стерженье и есть ключ вот быстрый предмет f2 что будем открывать левую или правую давай давай огу ой нути давай выбор предмета откроем эту она еще тут еще не подходит выбор предмета эту дверь он не может открыть она может открыть эта дверь. Эта дверь заперта нужен ключ. Его я не промерю. Использую его. Я ничего не понимаю. Ничего не могу открыть дверь. Ключи преполюционные. Да, грубо потерял предмет. Все верно. Идиот. Как он ко мне настроен? Плохо совсем? Так. Морта мне говорит, этот череп. Это небольшой совет, шеф. Я вывел себе здесь стих. Без необходимости не стоит записывать лишние трупы в книгу мертвых, особенно женские. К тому же их убийством может привлечь здешних смотрителей. Не понимаю, чтобы ты упоминал об этом раньше. Кто такие смотрители? Они называют себя пыльными. Их невозможно не узнать. Такие ребята в сером, с лицами, как у покойника. Толпа мерзких поклонников смерти с промытыми мозгами. Они верят, что все должны уберечь чем раньше, чем лучше. Странно. Какое пыльным дело того, что я отсюда перебегу? Ты че? Не слушаешь меня? Пыльно считают, что все должны уберечь. Лучше раньше, чем позже. Как думаешь, что повеселее быть в книге мертвых? Или в них? Так, что мы можем ответить? А трупы, которые здесь есть, откуда они все взялись? Ты вроде упоминал, что мне не стоит вредить женским трупам. Почему? Да, почему именно женским? Что ты серьезно слушаешь, шеф? Эти девки. Последний шанс для пары крутых парней вроде нас. Мы должны быть галантами. Не громцать их ради ключей, не разбирать на органы и все такое. Последний шанс ты вообще о чем говоришь? Шеф, они померли, и мы тоже мертвы. Ясно? Куда я кладу? А? Что я тоже мертв, получается? Нет, вообще-то. Шеф, у нас тут шикарная возможность наметилась с этими хромающими дамами. В конце концов, мы все хоть раз были мертвы. Так, нам есть, чем порассказать. Эти девушки просто обожают парнями с таким опытным, опытным смерти, как у нас. Погоди, разве ты не говорил мертвым мужем, что я не мертв? Что, где он пришел на черепах? Ну, ладно, ладно. Может, ты не помершил, но я уже наверняка. И пока я здесь, не отказался бы разделить гроби. Например, вот стой, ой, ёпта, ну, штучкой, которая маленько посвежее, может пощелкивать челюстями под вкушением. Конечно, тут приоритет принадлежит местным смотрителям, но похоже. А напомником мне, кто эти смотрители, они называются пыльными. Их возможно, но это ясно. Странно, что я сбегу. Это что, это мы читали. А трупы, которые здесь есть, откуда они все взялись? Смерть посещает планы каждый день. Шеф, эти уварения все осталось от тех несчастных, которые продали свои тела смотрителям после смерти. Просвети меня. Кто эти смотрители? Ты вроде упоминал, что мне не стоит перед дежитским. Ладно, я постараюсь не забывать. Послушаю, шеф. Очевидно, что после того последнего танца со смертью ты немного сбит стол. Так что у меня для тебя два совета. Во-первых, если у тебя есть вопрос, задавай их. Ладно, примечание. Чтобы поговорить с компаньоном, выберите пункт «Диалог» из быстрого меню. Затем щелкните левой кнопки «Лучше» по тому, с кем хотите поговорить. Ладно, если будут вопросы, я тебя спрошу. Во-вторых, если ты хоть наполовину такой забывчивый, каким кажется, значит не вести записи. Когда только тебе попадет то, что может оказаться важным, запиши это, чтобы не забыть. Так, если бы у меня был тот дневник, который мне должен был у меня, я бы так и делал, да. Ну так, заведи новый шеф, ничего еще не потеряно. Полно чернил и пергамента, так что можно взять, попользоваться. Ладно, уже это твой не будет. Заведу новый. Записывай у него все свои перемещения. Если ты когда-нибудь начнешь забывать важные вещи на вроде того, кто-то такой, или что более важно, кто я такой, всегда сможешь движись в память. Примечание. Чтобы воспользоваться дневником, нажмите на кнопку у дневника в быстром меню. Дневник обновляется автоматический процесс игры. Хорошо понял, пошли. Хорошо понял, пошли. Так, дневник, где у нас тут? Книга заклинания, отдохнутся, наряжение, экран статистики. Дневник. Поверхность металлической плиты покрыта пятнами крови, ржавчиной и всяким мусором. Сама плита немного крупнений. Большинство остальных расположено на поворотной платформе. А это что? Ту же самое? Ту же самое. Так, тут в принципе ничего интересного нет у нас. Я понимаю. Это бабы вот это получается, зомби рабочие, а это мужики, короче, рабочие. Ох, тут там тоже лежит. Так, тут я ничего не смогу, да? Мне нужно открывать дверь. Открыли. Тут что у нас? Тут что у нас? Посмотрим давай. О! Походу дневник мой. Вернал что-то из приема. Готово. Так, давай-ка зайдем. Мы сейчас в снаряжение. А что это такое? Подожди, подожди. Нет. А, можно правой кнопкой мыши читать, получается. Учеты из приема вес 2. В этом огромном журнале перечислены все процедуры, проводимые в мультуаре. В нем неразборчиво нацарапан следующий текст. Все оболочки, доставляемые в мультуаре, необходимо отправлять в приемную и оставлять соответствующую запись у дежурного перед бальзамированием или кремацией. Записи необходимо проверять, дабы убедиться, что поступившие оболочки являются контрактными. Если это так, то оболочка не должна проходить подготовку. Ее необходимо переместить в препарационную, связаться с дежурным писарем и уведомить его о том, что контрактная оболочка нуждается в оживлении в качестве рабочего. Убедитесь в том, что оболочка очищена от всяких собственностей перед тем, как отправлять ее в проприцовую. Контрактные работники, признавляющиеся в невыполнении простой физической работы, не могут самостоятельно проверять или освободить оболочку от собственности. Фракция не несет ответственности за предметы, похищенные сборщиками, при нахождении или доставке оболочки в мультуаре. Собственность оболочки хранится в приемной для получения иной посвященной. Пожалуйста, вносите все предметы в журнал о чем-то. За этим следует список тысяч тел, отправленных в приемную. Пролистав всю книгу, ты обращаешь внимание, что последняя страница отсутствует. Про себя, как я понимаю, прочитать я не смогу пока. Кто я такой? Максимальное здоровье. Назад в игру. А тут время еще идет. Диалог. Выбор особой способности. Выбор предметов. Выбор заклинания. Череп. Ячейки. Компаньонов. Тут можно что-нибудь еще тоже закинуть. Выражение для поиска должно быть. Прикольно. Так, ладно. Тут полазили. Давай тут полазим. Ух ты. Монеты нашел. Кастет. Кастет возьму. Монеты возьму. Так. Надвижение. Кастет мы сюда поставим. Так. Кастет урон 2.4. Дробящий. Фактор скорости 1. Вес. Кулачный бой. Недоступно магам. Этот грубый стальной проток одевается на руку. Толстая частью кулака. Железно. Это ясно как он одевается. Множество оружия в игре имеет одинаковый наносим урон. Но тип урона может различаться. Если какое-то оружие плохо работает против существа. То есть вероятность что данное создание просто имеет хорошую защиту от конкретного типа урона. Наносимого этим оружием. Попробуйте сменить оружие и посмотрите какое действие лучше лутагу. Это мне нравится. Так. Урон 2.4. Дребящий. Ок. А это 1.3. Колющий. Фактор скорости. Вес. Навык линвал. Недоступно священником. Хирургический. Попробуйте скальпину. Для его кнопки мужа возьмите. Он за себе переключительный пролип. И вружинную ячейку на экране. Так. Бинты. А что глаз? Глаз нельзя убрать. Только заменить. Глаз. Это твой глаз. Похоже когда-то он видел улучшение. У меня один глаз. Татуировки. Уникалец. Ничего нет. Класс защиты. Максимальное здоровье. Грана статистики. У меня под уровень не поднялся. Опыт 6000. Текущая ненорма. Медиа аффектаторы. Класс защиты нет. Сопротивление. Навыки. Количество атак. Один значений. На ней легенд 3. Характер. Нейтральный. Нейтральный. Верит в баланс. Между законами. Хаос. Они скляняют. Честно. Чтобы идти в другую сторону. Страшно. Давай. Отлично. Так. Что тут? Давай посмотрим. Что тут у нас. Тут у нас ничего нет. Отлично. Давай. Сюда ближе. Подойдем. О, блядь. Что-то читали. Я хочу на эту моду и посмотреть. Что за. Это тело целиком замотано. Обитание. Как можно. Так. Тут выход. Давай ближе еще. Подойдем. Ха-ха-ха-ха. Подожди. Кто-то такой вообще. Огромная книга. Должна быть мне записана. Тысяча имени. Давай-ка сюда подойдем. Ладно. Трогать его не буду. Какой-то мужик короче. Сидит. Давай посмотрим. Что тут. У нас тут. Ничего интересного. Ого. Бить никого не будем. Давай попробуем выйти. Похоже ворота накреплены. Ни замка, ни ручки не видно. Ага. Ворота мы открыть не сможем. А эти. А эти. Мы открыли. А камеру. Я тут не могу. В одной плоскости камера я ворочать не могу. Так. Что тут у нас. Вот тут что. Тут ничего. Так. Так. Тут тоже ничего. Тут стоит труппак. Ничего нету. Вот я вижу дверь. Так. Какая-то барышка. Так. Что у нас. Бинт. Я извиняюсь. Сейчас залезу еще раз в настройки. И посмотрю. Почему я не могу. Может такое автополоза. Центр. Ну персонажи. Персонажи. ранен. Персонажи. Тяжело ранен. Автопаузу. Будем ставить. Если. Останется менее 30. Персонажи. Напали. Оружие. Непригодно. Ставим. Автопаузу. Оп. Замечен враг. Найдена ловушка. Давай мы поставим автопаузу на этом. Ну давай. Заклинание. Принципе. Персонажи мертв. Ну давай. Персонажи. Так. Персонаж ранен. То что. Вот эта хуйня. Все исчезло. Так. Тут готово. Так. Упровяжка клавиш. Обратная связь. Что с обратной связью. Отметка маркеров. Отображение указателей. Это что такое. Это ползунок. А позволяет честное появление стрелок. Указывающего направления. В котором находится персонажа. Не у игрового экрана. Минимум не указывать. Мало. Среднее указывать на выбранного персонала. Так. Упитка маркера. Этот ползунок правильно точит на два маркеров. Не сможет. Определяет. Будет ли отображаться на экране. Все будет. Все нормально. Так. Так. Тут все нормально. Так. Принципе клавиш. Так. так заклинание настройки статистика назад действие на пазе кланях где взять оружие использовать вещи воровать даже нужно быстрее предмет заклинания особой возможности так назад можно сохранить сохранить хранить хранили наверно так тут мы лазили влазили это женщина с тобой поговорить давай поговорим диалог с этой даночка так смотрим что тут у нас еще пакета побегают сюда давай сберем опа а где здесь выход куда мне тут идти я че-то короче проморгалку я в тупик а вот еще конечно закрыть ее можно че-то контролем или альтом и ничего не могут быть или нет так платформа ладно че с этой платформой открывай калитку ничего интересного нету не спешите так похоже укреплено ни замкание ручки не видно ладно давай попробовать поговорить поговорить попробую с этим чулаком давай поговорим кто такой халл этот писарь выглядит очень странным его кожа морщиниста и отдает желтизной словно старый пергамент у него костляво лицо с угольной серыми глазами и длинная белая борода неиспадающая по одежда подобно водопаду дыхание его неровное и прерывистая но даже периодически пробивающаяся кашель не замигает работу пера приветствую морг эй шеф ты что делаешь я хотел поговорить с этим писарем может он знаешь как-нибудь как я сюда попал слушай греметь шкатулкой с пыльными вообще последнее дело прежде чем морту заканчивать говорить писарь начинает безудержно кашлять через некоторое время приступ кашля проходит дыхание писарь возвращается к своему обычному неровному прихрипыванию морта мы в особенности не станем трепаться с этими мерзко пакостными пыльниками давай же пошли чем если мы помашем одними с ручкой чем лук жал прежде чем морта заканчивать серые глаза писара щурится на тебя груз прожитых лет тяжело давит на меня беспокойно он опускает перо но я еще начал считать глухотом и идти своим недухом беспокойно ты знаешь меня знаю ли я тебя я голос писара наполняется горечью я никогда не знал тебя беспокойно не больше чем ты знал себя сам он на мгновение замолкает и ты забыл не так кто ты вопрос как всегда и как всегда неправильный вопрос он слегка кланяется но это движение внезапно вызывает у него приступ кашля я он на секунду замолкает приводит дыхание я тхал так может быть ты сможешь ответить на несколько вопросов тхал и я и Хорошо. Что ты хочешь знать? Ну, что это за место, давай узнаем. Ты в Морутарию беспокоишь. Снова ты пришел в хал, закашливается, не успеем закончить фразу, через знамение успокаивается, доходим и возвращаешь к своему обычному неровному похлебанному. Это зал ожидания для тех, кто должен покинуть тень этой жизни. Расскажи мне Морутарию. Это место, куда доставляют умерших в Сигили для погребения или кремации. Наша обязанность, как пыльно, уход за мертвыми, за теми, кто покинул эту тень жизни и пошел по пути истины, смерти, голос хала становятся озабоченным. У тебя должны были слишком серьезные раны, если ты не узнаешь это место, это почти твой дом. Тень жизни. Да, тень, видишь ли, беспокойная. Это жизнь ненастоящая. Твоя жизнь, моя жизнь. И чтение, отражение этого, что когда-то было настоящей жизнью. Жизнь еще предрешена нам после смерти. Здесь же мы перебываем в западне клетки до тех пор, пока не сможем достичь истинной смерти. Истинная смерть. Истинная смерть это небытие. Состояние без причин, без чувств, без страсти. Дыхал, кашляет. Зачем остановить нервное дыхание? Состояние чистоты. Похоже на забвение. Зачем же кто-то этого хочет? Ох, ну, кто этого хочет? Разве это хуже, чем оставаться в тени того, что когда-то было жизнью? Я думаю, нет. Расскажи мне побольше. Понятно, у меня еще несколько вопросов. Так, что-то, как я попал сюда? Скорее всего скажешь, что я мертвый. Да. Тхал, произведитель, напыркает, будто находит эти воспоминания отвратительными. Твоя заплесневая колесница доставила тебе муртали. Беспокойно. Ты мог бы вообразить тебе королевскую особой, увидев количество гниющих зловонных поданных, доставивших тебя по воске? Меня привезли с кем-то. Меня привезли сюда по воске? Да, твое дело было где-то в... Да, твое тело было где-то в середине горы трупов, источающей миазм. Тхал снова сильно закашивая за зом, переводя дыхание. Твой сено... Шалин, как всегда, уступал Фарон, который был рад за несколько медиакову забросить твое тело в кучу около ворота муртали. Кто этот Фарон? Он сборщик мертвых. Тхал переводит дыхание, затем продолжает. В нашем городе есть люди, которые собирают тело тех, кто пришел по пути истинной смерти, доставляя их нам для подобающего покребения. Где я могу найти этого Фарон? Да, да. Если все пойдет со своим чередом беспокойно, у него больше шансов найти тебя и доставить сюда снова, прежде чем ты набросишься в него яму, в которой они находятся сейчас. Так, приятно. У меня есть другие вопросы. Как же ты, как я попался? Ты мне подскажешь, как мне выбросить? Ты не знаешь, кто я, да? Кто я? Я слишком мало знаю о тебе, беспокойно. Намного больше знаю о тех, кто когда-то путешествовал с тобой и кто теперь лежит в нашем владении. Тхал вздыхаю. Прошу тебя, беспокойно. Не предлагай больше никому протянуться к тебе. По твоему пути следует несчастье. Пусть твое время будет только твоим. Вот так он сказал. Это якобы, если будут спутники, наверное, какие-то ко мне присоединятся. Лучше, если я не буду никого с собой брать. Наверное. Только на руку. Я просто хочу говорить. Скорее всего, эта игра очень глубокая. Наверное. Я не хочу ошибиться. Это будет прискорбно. Хотелось бы, чтобы она была умная. Эта игра очень такая. Кто-то еще путешествовал со мной ранее, а не здесь. Тебе знакома женщина, похороненная в мемориальном зале внизу? Думаю, в прошлом она путешествовала с тобой. Кажется, холстово собирается закашлять, но ему удается восстановить. Дыхание, я ошибаюсь. Где ее тело? Северный мемориальный зал, этажом ниже. Проверь надгробие в этом зале. Ее имя должно быть на одном из мемориальных табличек. Быть может, там память вернется к тебе. Не знаю, не пропоминаю, что я когда-либо путешествовал с женщинами. Возможно, стоит пойти поискать. Но сначала у меня еще несколько вопросов. Давай. Как отсюда выбраться? Парадные врата это самый очевидный выход. Но там никого не пропускают, кроме пыли. Холстово закашливается. Зачем продолжают? У одного из гидов, рядом с парадным входом, есть ключ к вратам. Но вряд ли он тебя откроет для тебя. Если только ты не будешь крайне убедительным. Понятно. У меня есть другие вопросы. Ты как будто болен. Все в порядке. Я уже близ к истинной смерти беспокойной. Недолго осталось до того, как я пересеку вечную границу, обрету покой, который искал. Я устал от этой смертной сферы. Хал неровно вздыхает. Для такого, как я, на планах больше нет сейчас. Вечная граница. Граница между тенью и жизнью истинной смерти. Тень это жизнь. Да, тень, видишь ли, беспокойная. Это жизнь. Не настоящая твоя жизнь. Моя жизнь. Тень, отражающая того, настоящего. Это ясно. Истинная смерть. Истинная смерть, небытие. Состояние без причины, без чужд, без страдания. Хал кашляет. Зачем останавливать своё дыхание? Состояние чистоты. Похоже на забвение. Зачем? Что ты этому хочешь? Разве это хуже, чем оставаться в тени? Того, что когда-либо было жизнью? Я думаю, нет. Мне пора уходить, прощает Хал. Когда ты поворачиваешься, чтобы уйти, Хал говорит. Знай, я не завидую тебе. Беспокойно. Быть возрождаемым, как ты, это проклятие, которое я не смог бы перенести. Ты должен ужиться с этим. В какой-то момент твоей жизненный путь вновь приведёт тебя сюда. Хал кашляет. Мерчащий звук исходит из его горла. Это путь всех из плоти и костей. Тогда, наверное, мы ещё встретимся, Хал. Ну что, тут можно поискать, поискать, что-нибудь. Это целый цепь покрыт. Так, беда, всё тут не то есть такое. Давай посмотрим, что тут можно делать. Тут везде лазил. Лазил, лазил, лазил. Лазил, ну давай ещё раз укреплю. Надгробие тут. Видишь, мне это найти, это надгробие с этой женщиной. Так, всё выпотрошено. Тут ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Здесь ничего интересного. Там ничего тоже не было. Нужен ключ, блядь. Да ладно. Я отсюда пришёл. А это почему я не могу открыть? Нужен ключ. Всё, она ко мне идёт. Итак. Ходячий труп стараюсь, что все пустые глаза и кожа тонкая, бумага почти прозорвана. 594 оставит труп в покое. Эй, ты видел, как она смотрела на меня? А ты это видел, как она гибала сгиб моей затыльничной кости? Ага, загробный. На наш взгляд, чёрт, слепой. Она меня изучала. Она меня бесстыдно хотела. Может, хотела, чтобы ты ушёл. Она больше так поглощена мною, что не обращала внимания на какую-то глупую пизарную башку. Как ты. Тобой? Ага, конечно, уж поверь мне. Девочкам под могильной плитой плевать на физические данные. Но у меня есть тело, и я весь шрам, и вообще себя крутой. Нужны парни с характером, такие, как я, шепт. А трупы, вроде, себя обычные, как медяки. Каскас, кошли. Девятый. Череп хочет. Трудом какой-то, короче. Я тут ничего не могу. Нетельно. Я тут всё облескал. Где-то ничего. Народ. Ты чё? Я тут всё просмотрел. Так, туда мы попозже сбегаем. Что тут? Похоже, вроде бы, крепко-накрепко. Замотанная бинтами. Тёмная сканер. Бинтами. Так, так, так. Куда мы тут побежим? Тут мы бедрые, тут мы бедрые. Стоять, иди сюда. Так, тут тоже ничего у них интересного. Тут что-то должно быть. Тут всё просто так. Что это за женщина? Почему я не могу с ней разговаривать? Ну, могу. Айвин, брать. Ты видишь худощавую молодую женщину с бледным лицом. Впалые щёки и шея делают её, похоже на голодающую. Кажется, на залитом вскрытие ближайшего перед ней трупа. Протыкнуты в броди пальцем. Приветствую. Женщина не отвечает, похоже на слишком поглощена своей работой с телом перед ней. Наблюдая за её работой, ты внезапно обращаешь внимание на руки. Её пальцы, когти. Они роднут в груди трупа, как ножи в голодом. Я сказал приветствую. Женщина не отвечает. Морта. Я думаю, пыльницы немного туга на ухо, шеф. Пошли отсюда. Что с её руками? Это она трифлиг, шеф. В их жилах частично черт кровь извергов. Обычно из того, что кто-то из их предков и спутался с теми или иным демоном. Не которые из них больше на голову. И выглядит обычно соответствующе. Больная на голову. Дотронуться до жид, чтобы привлечь её внимание. Давай дотронуться. Пиздиться начнём, короче. Женщина вздрагивает и поворачивается к себе. И поворачивается ей лицо. У неё глаза гниловато-жёлтого цвета с маленькими оранжевыми точками зрачков. Когда она замечает себя, её выражение меняется от удивления к раздражениям. И она хмурится. Приветствую. Кажется, женщина тебя не слышит. Она наклоняется вперёд. Щурость, как будто не может тебя разглядеть. Чтобы там не было, всё глазами, вероятно, она очень близоруко. Ты, она сводит место, свой когтистый палец, затем делает странное движение руками. Найди нитку и бразамирующую жидкость неси сюда. Ай, вид. Пошёл, пошёл, пошёл. Примечание. Вам дали задание. Полученные задания отображаются, отображены ваши дневники в разделе «Задания». Чтобы увидеть все ваши текущие квесты или статус, просто выберите пункт «Задание» и дневника отдали. Так, уйти. Дневник обновлен. Окей. Карта. Так, свиток священника, дневник. Принести, я повстречал странную женщину к целью рукам на свете свинок. Ага. Она приняла меня за зомби, попросила принести бальзамирующую жидкость и нитку с иголкой. Эти вещи должны быть где-то в мультарке. Окей. Ну, сейчас мы тебе найдём. Нет, нитку с иголкой на свете. Так, шут открытие окна диалога. Камера следует за персонажем. Так, может, проще? Да. Мне хоть самому не надо это оборочить. Так, проще. Включить-включить искусственный интеллект. Окей. Настройки. Давай. Сохраним. Сохраним тут. Сохранить. Теперь записи сохраняющие. Будет уничтожено. Да, давай, перезапишем. Ну вот, всё. Пока на этой нотке я закончу. Такая вот интересная, интерактивная книга. Я думаю, дальше будет только веселее. Не знаю, как вам вообще, народ, зашло лето. Зайдёт ли это прохождение. Я просто наслышан об этой игре. Это, блядь, легендарная игра. Офигенная, классная. Не знаю, как в своё время я пропустил её. Вот она такого же калибра. Ну, не меньше, по крайней мере, чем в своё время я сделал Fallout 1-2. Так что всё. До новых встреч. Подписывайтесь на этот канал. Если вам будет интересно такое прохождение, вот. Пишите. Я буду делать дальше. Всё. Всем спасибо и пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok